Россия уточнит военную доктрину из-за НАТО, противоракетной обороны и Украины. Уточнение продиктовано главным образом внешнеполитическими факторами, расширением НАТО, проблемой ПРО и ситуацией на Украине и вокруг неё. Заявил в интервью РИА Новости замсекретаря Совета Безопасности России Михаил Попов. Действующая доктрина России была принята 4 года назад, в 2010 году. И сейчас к нам присоединяется военный обозреватель новой газеты Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чём может заключаться вот это изменение военной доктрины, учитывая вот те аргументы, я сейчас напомню, о которых говорил замсекретарь Совета Безопасности. Спланирована переброска на территории Эстонии тяжёлого вооружения и военной техники. Непосредственно у границ России нарастает военно-наступательный потенциал. Кроме того, отказ Украины от внеблокового статуса позволяет в будущем странам НАТО размещать там свои элементы противоракетной обороны. Также возникают опасности, связанные с возможностью экспорта цветных революций. Это проявилось и с арабской весной, и с событиями на Майдане. Вот к чему это может привести, скажем так, как может измениться военная доктрина? Ну, там сказано, что её будут уточнять, поскольку понятно, что ситуация изменилась. Раньше были вокруг страны только как бы угрозы потенциальные те или иные, а теперь они материализовались, и вот вокруг у нас враги сплошном, сплошняком. Путин, Ушаков, кстати, подтвердил слова Путина, что можем за две недели взять Киев. Могли бы, могли бы, это, в общем, могли бы. Сказал, да, можем. Ну, а к доктрины именно речь идёт о том, что можно. Конечно, Ушаков сказал, что слова вырваны из контекста, но опровергать их не стал. И я могу сказать, что наш президент, как всегда, очень чётко ухватил суть дела. Вот, и доктрина, очевидно, будет о том же, ну, как в советское время говорили, что забодаем всех на свете. Может ли в новую военную доктрину войти, может ли она стать более наступательной, может ли там, скажем так, быть включена, то, чего сейчас все опасаются, возможность нанесения неких ядерных или мощных бомбовых ударов превентивно по тем местам, где, предположительно, находятся террористы и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, это уже есть в доктрине, что Россия может первой применить ядерное оружие, если сочтёт, что угроза ей или её союзникам довольно существенна. Потом, конечно, доктрина останется всё же оборонительной, это очевидно. Потому что не надо путать собственную доктрину, а это конституционный открытый документ. И планы применения вооружённых сил, или планы обороны России, как теперь называют, которые являются документами высшей секретности, увы, особой важности, которые разрабатываются и уточняются каждый год в Генштабе, это именно планы применения. В доктрине конкретных планов применения не будет. И, в принципе, конечно, Россия мирное государство, мирная любовь. И мы всегда, и Россия вела уже тысячу лет только оборонительные, справедливые войны, за счёт чего расширил свою территорию в 50 раз. Но вот есть такая категория, как потенциальные противники, которые в каждой военной доктрине должны быть, как я понимаю, обозначены. Вот кто сейчас является потенциальным военным противником, и может ли в будущем в качестве потенциальных противников рассматриваться и другие страны, ну, например, те, которые поддержали санкции, в том числе и страны, которые принадлежат к ЕС, но не принадлежат к НАТО, такие как, например, Финляндия. Или, допустим, может ли Украина стать потенциальным военным противником России в новой доктрине? Ну, вообще-то в советское время это называлось вероятным противником. Вероятный противник, да. А вот, пока этот термин со времён конца Холодной войны так вот официально не используется, хотя последние пару лет многие военачальники стали снова говорить о вероятном противнике. Так что, как бы, изменения происходят постепенно, хотя в последние годы очень быстро. И будет ли там записан вероятный противник или нет, это открытый вопрос. А то, что, по сути, это будет там, это понятно, вероятный противник есть. Украина теперь будет вообще, украинская нация будет враждебна к России в своей массе. Например, как поляки. Наверное, ещё, даже в лучшем случае, ещё несколько поколений, где-то 50-60. И Украина будет, конечно, стремиться к тому, чтобы на её территории появились иностранные, в первую очередь, американские военнослужащие, как гарантию того, что путинские предложения не будут реализованы насчёт двух недель. Так что, да, нужно, конечно, да, и появятся, несомненно, в Прибалтике склады тяжёлого оружия на случай быстрого развертывания. И на это всё придётся реагировать. Надо будет тратить больше денег на оборону, надо будет снова строить рубежи обороны. Кольца враждебности, как это описано, у Войновича, Москва, 42. Они никуда не денутся, они становятся всё более серьёзными. Значит, надо увеличивать военный бюджет, что, конечно, хорошо и для военных, и для военных. Ну, мы в последние несколько месяцев наблюдали за сообщениями из официальных источников Министерства обороны, которые, в общем, суммируются одним. Патронов не жалеть. То есть на учениях использовать боевые патроны, боевые снаряды в больших количествах, учения приближают к реальной обстановке. Действительно, волна учений прокатилась по всей России от Кольского полуострова до Камчатки, и в особенности до Ростовской области, где частично, предположительно, перетекла на территорию Украины. Вот это всё включается в военную доктрину. Допустим, интенсификация военных учений. Или это всё решается конкретными постановлениями приказа министра обороны, и военной доктрины не касается? Или мобилизационная готовность, степень её, она военной доктрины подразумевается всё-таки? Нет, потому что надо понимать, я ещё об этом уже говорил, что военная доктрина – это открытый документ. Он заложен, что она должна быть, и что этот документ должен быть не засекречен. Это заложено в Конституцию Российской Федерации. Надо менять Конституцию, чтобы доктрина была другой. Но кроме доктрины, которой, кстати, в советское время, как таковой, такого документа, доктрины не было. Под таким названием только в самом конце советской эпохи что-то такое, какую-то штуку сделали, правда, на плане конституционного полёта птицы, но тогда ещё Моисеев, когда представлял её на Западе, был такой в временах ГЧП, замначальник генштаба. Но есть всегда и был план применения. Вот всё, что касается конкретных вещей, вот какие дивизии, где развертывается, куда им маршировать, где наносить удары, где ядерные, а где неядерные – вот это решает план применения. План применения – это ОВЭ. О нём вообще, то, что о том, что он существует, говорить, в общем, можно, не советское время, об этом он даже официальные лица заявляет. Но его сущность и суть вообще, конечно, совершенно строго секречна. А публичное, тогда что значит публичное заявление об изменении военной доктрины? Это просто значит некий символический знак, посылаемый Западу, посылаемый Украине. Правильно ли я понимаю? Нет, надо ещё иметь в виду, что об этом заявляет зам секретаря Совета безопасности. А именно военная доктрина – это основной документ, который вырабатывает Совет безопасности. Совет безопасности – это такая структура в российской бюрократии, которая вечно ищет в себе применение. Потому что круг их роде интересов и влияния велик, а реальное влияние часто бывает незначительное. И вот переписывание доктрины – это важная работа. И Совет именно безопасности, его аппарат, не члены Совета безопасности, а аппарат Совета безопасности должен быть главным при таком переписывании. Они должны это согласовывать с другими ведомствами. И это, конечно, очень повышает значимость самого Совета. Поэтому надо иметь в виду, что, говоря о переписывании, уточнении доктрины, Совет безопасности, его аппарат работает сам на себя. Но это нормально в любой бюрократической системе. Каждый ищет себе работу. Чем важнее она, тем лучше. К тому же это пойдет на стол президента, потому что утверждается доктрина указом. Да, спасибо большое. Это был Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новая газета». Это мы говорили о сегодняшнем заявлении Совета безопасности, о том, что будет уточняться военная доктрина России. Но вот Павел считает, что дело не в самом переписывании военной доктрины, а в тех планах применения, которые разрабатывает Генштаб, и которые меняются в зависимости от политической обстановки. Но о них, в отличие от военной доктрины, мы с вами не узнаем, потому что они все под грифом. Редактор субтитров А.Семкин